Деяние святых апостолов И сказал ему, выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане А оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете И не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомство его по нем Когда еще был он бездетен И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении И после того они выйдут и будут служить мне на всем месте И дал ему завет обрезания По всем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день А Исаак родил Иакова Иаков же двенадцать патриархов Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет Но Бог был с ним и избавил его от всех скорби его И даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона Который и поставил его начальником над Египтом И над всем домом своим И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую И отцы наши не находили пропитания Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте Послал туда отцов наших в первый раз А когда они пришли во второй раз Иосиф открылся братьям своим И известен стал фараону род Иосифов Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова И все родство свое, душ семьдесят пять Иаков перешел в Египет И скончался сам и отцы наши И переселены были в Сихем И положены во гроб, который купил Авраам Ценуясь серебра у сына Еморра Сихемова А по мере, как приближалось время Исполнится обетованию, о котором клялся Бог Аврааму Народ возрастал и умножался в Египте До тех пор, как восстал иной царь Который не знал Иосифа Сей, ухищаясь против рода нашего Притеснял отцов наших Принуждая их бросать детей своих Чтобы не оставались в живых В это время родился Моисей И был прекрасен перед Богом Три месяца он был питаем в доме отца своего А когда был брошен, взяла его дочь Фараонова И воспитала у себя, как сына И научен был Моисей всей мудрости египетской И был силен в словах и делах Когда же исполнилось ему сорок лет Пришло ему на сердце посетить братьев своих Сынов Израилевых И увидев одного из них обижаемого Вступился и отмстил за оскорбленного Поразив египтянина Он подумал Поймут братья его Что Бог рукою его дает им спасение Но они не поняли На следующий день Когда некоторые из них дрались Он явился И склонял их к миру Говоря Братья, зачем обижаете друг друга Но обижающий ближнего Оттолкнул его Сказав Кто тебя поставил начальником И судьей над нами Не хочешь ли ты убить меня Как вчера убил египтянина От сих слов Моисей убежал И сделался пришельцем В земле Мадиамской Где родилось от него два сына По исполнении сорока лет Явился ему в пустыне горы Синая Ангель Господень В пламени горящего тернового куста Моисей, увидев, удивился видению А когда подходил рассмотреть Был к нему глаз Господень Я Бог отцов твоих Бог Авраама И Бог Исаака И Бог Иакова Моисей, объятый трепетом Не смел смотреть И сказал ему Господь Сними обувь с ног твоих Ибо место, на котором ты стоишь Есть земля святая Я вижу притеснение народа моего В Египте Я слышу стинание его И нашел избавить его Итак, пойди Я пошлю тебя в Египет Сего Моисея, которого они отвергли Сказав, кто тебя поставил начальником И судьей Сего Бог через ангела Явившегося ему в терновом кусте Послал начальникам и избавителям Сей вывел их, сотворив чудеса И знамения в земле египетской И в Черном море И в пустыне в продолжении сорока лет Это тот Моисей Который сказал сынам Израилевым Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш Из братьев ваших, как меня Его слушайте Это тот, который был в собрании В пустыне с ангелом Говорившим ему на горе Синае И с отцами нашими С которыми принял живые слова Чтобы передать нам Которому отцы наши не хотели брать послушными Но отринули его И обратились с сердцем своим К Египту Сказав Аарону Сделай нам богов Которые предшествовали бы нам Ибо с Моисеем Который вывел нас из земли египетской Не знаем, что случилось И сделали в те дни тельца И принесли жертву идолу И веселились перед делом рук своих Бог же отвратился И оставил их служить воинству небесному Как написано в книге пророков Дом Израилев Приносили ли вы мне Закаления и жертвы В продолжение сорока лет В пустыне Вы приняли скинию Молухову И звезду бога нашего Римфана Изображение Которое вы сделали Чтобы поклоняться им Я переселю вас Далее в Вавилон Скиния свидетельства Была у отцов наших в пустыне Как повелел говоривший Моисею Сделать его по образу Им виденному Отцы наши с Иисусом Взят в ее Внесли во владение народов Изгнанных Богом От лица отцов наших Так было до дней Давида Сей обрел благодать перед Богом И молил, чтобы найти жилище Бога Иакова Соломон же построил ему дом Но Всевышний не в рукотворных храмах живет Как говорил пророк Небо престол мой А земля подножия ног моих Какой дом Созиждите мне Говорил Господь Или какое место Для покоя моего Не моя ли рука сотворила все сие Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем И ушами Вы всегда противились духу святому Как отцы ваши, так и вы Кого из пророков не гнали отцы ваши Они убили предвосвестивших Пришествие праведника Которого предателями и убийцами сделали ныне вы Вы, которые приняли закон прислужения ангелов И не сохранили Слушая сие Они рвались сердцами своими И скрежетали на него зубами Стефан же, будучи исполнен духа святого Возрел на небо, увидев славу Божию И славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога И сказал Вот, я вижу небеса отверсты И сына человеческого, стоящего одесную Бога Но они, закричав громким голосом Затыкали уши свои И единодушно устремились на него И, выведя за город, стали побивать его камнями Свидетели же положили свои одежды у ног юноши Именем Саввла И побивали камнями Стефана Который молился и говорил Господи Иисусе, прими дух мой И, преклонив колени Воскликнул громким голосом Господи, не вмени им греха сего И сказав сие Почил Субтитры создавал DimaTorzok